К концу недели, началу следующей, ледоход доберется до Наринмара. В связи с низкой водностью и холодной погодой в ближайшие двое суток на Средней и Нижней Печоре сохранится замедленное продвижение ледохода. Филиал Почты России в Наринмаре возглавил Александр Бибенин. Его главе региона представил руководитель управления Федеральной почтовой службы Архангельской области. Утратил доверие. Максим Малышев может лишиться своего депутатского мандата. Парламентарий не предоставил сведения о доходах и имуществе. Путешествие в мир музейных экспонатов. В Ненинском Кровеческом музее прошла международная акция «Ночь музеев». С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Здравствуйте. Службы МЧС проверили прохождение ледохода. На вертолете рабочая группа, в состав которой вошли представители спасательных служб и ведомств, совершила облетные более подверженных риску подтопления в результате весеннего половодия территории прохождения ледохода на реке Печора. Предпаводковое состояние главной водной артерии региона оценил глава Ненинского округа Александр Цибульский. На реке Печора голова основного ледохода находится на участке Усть-Лыжа-Усть-Уса, ниже по реке до Мутного материка подвижки льда, до Йормицы редкий ледоход. Граница местного ледохода в районе Лёждуга, ниже по реке подвижки льда до Нижней Каменки, до Осколково-Закрайны. В Усть-Кожеве редкий ледоход, мутный материк, уровень воды 359 сантиметров, рост за сутки составил 68 сантиметров, подвижки. В Йормице уровень воды 719 сантиметров, прирост 65 сантиметров, редкий ледоход. В Тошвицке подвижки рост воды за сутки 46 сантиметров. В связи с низкой водностью и холодной погодой в ближайшие двое суток на Средней и Нижней Печоре сохранится замедленное продвижение ледохода. По прогнозу отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидромедцентра, ожидаемая дата ледохода в Наринмаре – 25-28 мая. Мост через Кую демонтируют на этой неделе. Для оперативного принятия решения в связи с переменчивой погодой ведется мониторинг уровня воды в реке. Как сообщили в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАУ после анализа ледовой обстановки было принято решение перенести демонтаж моста через Кую с прошедших выходных на эту неделю. Точная дата пока не определена. Мост обеспечивает транспортное сообщение между Наринмаром и поселком Красное. Его убирают каждый год в преддверии ледохода, чтобы пролетные строения не смыло водой. Руководителем филиала Почты России в Ненецком округе назначен Александр Бибенин. Его главе региона представил руководитель управления Федеральной почтовой службы Архангельской области Григорий Бедрин. Для этого он специально прибыл в Наринмар. На встрече новый руководитель филиала Почты России Александр Бибенин представил свое видение дальнейшего развития почтовой системы на территории Ненецкого округа. В частности, ему предстоит решать вопросы работы отделений связи в деревнях, доставки почты и почтовых отправлений. В свою очередь, в Рио губернаторы подчеркнул, что удаленность от окружного центра сельских населенных пунктов, отсутствие круглогодичного наземного транспортного сообщения не должно быть для жителей окружных сел препятствием к своевременному получению информации. Александр Бибенин родился в поселке Красное в 1967 году, имеет два высших образования. Работал на различных инженерных должностях в Ненецком отделении Пенсионного фонда России, главным инженером Наринмарского филиала Арктелеком, директором Ненецкой компании электросвязи, а также в органах исполнительной власти. Парламентарий окружного собрания Максим Малышев может лишиться своего депутатского мандата. Досрочное прекращение полномочий связано с утратой доверия из-за непредоставления депутатам сведений о доходах и имуществе. Напомню, предоставлять сведения депутаты должны ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Но Максим Малышев эту норму нарушал неоднократно. Максим Малышев в Заксобрании Ненецкого округа был избран в сентябре 2014 года по единому многомандатному округу. Его кандидатура на депутатский пост была предложена Всероссийской политической партией «Гражданская сила». Вместе с депутатским мандатом Максим Малышев получил и обязанность ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. Норма закреплена федеральным законом и законом Ненецкого округа. Но депутат уже дважды нарушил ее. Первый раз он не предоставил сведений в 2015 году. В 2018 уже второй случай. В 2015 году данным депутатам уже игнорировались требования закона. Тогда тоже у нас со стороны прокуратуры было письмо в адрес собрания депутатов. Но на тот момент у нас законодательством федеральным не предусматривалось меры ответственности для таких депутатов, которые не представляют сведения о доходах. Но на следующий год у нас федеральный законодатель этот пробел устранил и соответственно такую меру ответственности в законодательстве закрепил. Следуя букве закона, депутат Максим Малышев за непредоставление сведений о доходах и имуществе за 2017 год может быть лишен депутатского кресла. Впрочем, кресло его пустуют уже с марта прошлого года. Именно с того времени депутат не является на заседании регионального парламента. Конечно, мы пытались очень тщательно подойти к проверке и принятию решения по этому вопросу. Потому что, с одной стороны, мы должны соблюсти интересы той большой группы населения, которая представляет собрание депутатов Малышева Максима Васильевича. Тех людей, которые проголосовали за партию гражданской силы и надеялись на их представление, представление их интересов в собрании депутатов. С другой стороны, есть требования законодательства, которые одинаковые для всех депутатов, выбирались ли они по одномандатным избирательным округам или по партийным спискам. Поэтому есть необходимость четко следовать требованиям закона. И решение мандатной комиссии должно быть направлено именно на такой результат. Факт непредоставления сведений за 2017 год депутатам Малышевым был установлен управлением делами аппарат собрания депутатов Нейнского округа 2 апреля текущего года. Через две недели, как и положено по закону, данная информация была опубликована на официальном сайте окружного собрания. Еще через несколько дней принято решение о проведении проверки по данному факту. Комиссия считает, что факт непредоставления сведений по состоянию на 2 апреля 2018 года депутатам Малышевым было установлено. Объяснение по данному факту Малышевым не представлено. На основании изложенного и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 федерального закона о противодействии коррупции депутат Малышев подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия. Комиссии принято решение в сведении о результатах проверки направить депутату Малышеву, а также в мандатную комиссию собрания депутатов Нейнского округа для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата и освобождении его должности в связи с утратой доверия. На этом же настаивает и прокуратура округа. Соответствующее представление председателю собрания депутатов было внесено региональным прокурором. Это будет, грубо говоря, таким вот примером того, что у нас таких случаев до этого момента не было. К ответственности в основном привлекаются у нас служащие, государственные, муниципальные. Ну, вместе с тем, для тех новых, в том числе депутатов, которые у нас будут избраны в сентябре, это будет как таким примером, что вы, поступая на этот пост, скажем так, несете и ответственность за исполнение тех обязанностей, которые установлены законом. Окончательное решение об освобождении Максима Малышева от депутатской должности будет принято на ближайшей сессии, которая состоится 23 мая. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовала неделя предпринимательства. Сегодня в Центре арктического туризма прошла стратегическая сессия создания туркластеров НАУ. На нем с лучшими практиками выступили бренд-стратег компании «Поинт», разработчик туристического бренда Архангельской области и создатель гастрономической карты Московской и Мурманской областей Наталья Рыбальченко. О том, как найти для туристов изюминку и создать региону неповторимый имидж, узнала Любовь Пермякова. Бренд Архангельской области разработан был нашей компанией. Это ваши соседи. Ракеты, которые взмывают в космос и Северопринск, это подводные лодки. То есть сверх такая доминанта техническая, есть природная доминанта. Это самая северная точка, самый большой архипелаг, самая большая территория. Затем это архитектура, это у нас получается такая сверхархитектура, то есть изначально архитектура деревянная, которая больше всего сохранилась и на Архангельской области. Руководитель компании «Поинт.Развитие» Наталья Рыбальченко рассказывает местным предпринимателям о том, как создавалось лицо Архангельской области. Теперь наши соседи стали примером для подражания для многих регионов. Технический прогресс архангелогородцев, природные красоты и архитектура легли в основу «Айдентики», то есть фирменного стиля. А на логотип области села «Птица счастья», в которой разработчики предлагают разглядеть и деревянную церковь, и ракету, стартующую из космодрома Плесецк, и мельницу из Малых Карел. «Пернатая» уже активно летает по всей территории. Это работает в аэропорту, вы можете увидеть уже нашу работу, которая там есть, и показывает всем людям, которые прилетают, уже информацию о регионе с этой точки зрения. Это работает в разных основных гостиницах, информационный центр, сайт. Затем сейчас было 80-летие Архангельской области, тоже стало основой для этой выставки, экспозиции, которая прошла в центре города Архангельска. Затем Арктический форум, который был, он тоже вот в этой всей стилистике, в этих смыслах. Россия в вопросе брендирования новичок с 18-летним стажем. На Западе стаж его насчитывает более 40 лет. Кстати, первым городом, создавшим свой бренд, был Нью-Йорк, который озаботился этой проблемой еще в далеком 1977 году. Результат впечатляет. При общих затратах в 150 миллионов долларов брендирование принесло городу рост числа туристов в 110 раз и увеличение финансовых поступлений от них в 70. Но просто создание бренда считают специалисты мало. Ведь картинка в виде логотипа не более, чем вишенка на торте. Поэтому необходимо создать успешную кооперацию из бизнесменов, властей и местных жителей. Для этого организаторы семинара «Центр развития бизнеса НАУ» пригласили поделиться опытом руководителей центров кластерного развития из Удмуртской республики и Кемеровской области. Цель объединиться для решения каких-то своих насущных проблем, насущных задач, например, для снижения себестоимости своего продукта. И вот эти узкие места, которые возникают у каждого предпринимателя в силу своей профессиональной деятельности, совместными усилиями решать, просто чтобы было легче жить вместе. Есть такая поговорка «один в поле, не воин». У нас, собственно говоря, пример один, это основная у нас тема, технический кластер развивается на территории небольшого города Саракул. Это «Стотысячник», для «Центральной России» это небольшая зона. Собственно, от этого пошло развитие города в целом. То есть у нас тоже в кластере было сначала 7 компаний, сейчас там их 46. А если сначала было, ну, то есть там теплоходные туризмы, то есть в 2014 году было 8 теплоходов, в 2017 – 100. Кроме теории, в меню бизнес-семинара и практические задания. Участникам предстоит составить туристическую карту кластера и создать продукт. Тур выходного дня, недельный тур, охота, рыбалка и экстремальное путешествие. Любовь Пельмякова, Ленис Шишелов, телеканал «Север». Как эффективно использовать свое время, чтобы успешно справляться с поставленными задачами и находить возможность отдохнуть семьей? О секретах тайм-менеджмента лидеры и активисты молодежных организаций узнали на мастер-классе приглашенного спикера из Москвы Петра Сафрошкина. Каждый человек связан с творческой работой, загружен задачами на полторы своей жизни. Жизнь, время, работе, час. Так называется мастер-класс, который проводит сертифицированный тренер по развитию презентационных навыков и мотивации Петр Сафрошкин. На своем тренинге он рассказывает о том, как эффективно использовать свое время для решения множества задач. Тренинг, который называется «Жизнь, время, работе, час» знакомит людей, которые любят и умеют много работать с понятием концепции баланса в жизни и дает представление о том, что работа – это нисколько не цель нашей жизни, а всего лишь средство для осуществления каких-то более глобальных задач и средство для того, чтобы уделять время и внимание более важным вещам в жизни. Кроме того, этот тренинг дает целый арсенал инструментов, с помощью которых люди могут научиться нормировать время, отведенное на работу, и больше успевать за это время. Сегодняшний тренинг – часть двухдневной образовательной программы. Накануне в аграрно-экономическом техникуме состоялась мотивационная лекция «Как найти себя, достичь успеха и научиться счастью за одну жизнь». Петр – он очень интересный человек, очень интересный и в общении, и в знаниях, разносторонний, нравится на его семинарах, лекциях. Во-первых, это что-то новое. Всегда приятно пообщаться с умным, интересным, интеллигентным человеком, у которого потрясающее чувство юмора, с которым получается, в процессе занятий, получается, что ты с ним на одной волне. Это здорово, это потрясающе. И берешь как для себя лично, так и для работы. Это как саморазвитие, то есть это действительно лекции, очень помогают в дальнейшем с общением с людьми, ну и в публичных выступлениях тоже. Но переосмысливаешь многое, что у тебя в жизни, и что какие-то планы дальнейшие строишь, то есть это очень действительно помогает. Вот он так хорошо объясняется. Большинство тех, кто принял участие в двухдневной образовательной программе с ее ведущим Петром Сафрошкиным уже знакомы. Петр Сафрошкин у нас уже был в округе. Это был ноябрь 2017 года. Мы тогда проводили однодневный семинар. Тоже он был направлен на общественников. На самом деле нашлись мы достаточно просто. Не зря говорят, что всероссийские форумы объединяют людей, знакомят их между различными регионами. Так, попав в 2016 году на Всероссийский форум добровольцев, я увидела выступление Петра и пригласила его приехать к нам, потому что действительно человек очень умный, очень образованный и талантливый. И готов делиться своими знаниями совершенно открыто, готов отвечать на вопросы и быть всегда дальше на связи с людьми. По итогам обучения все участники получили сертификаты. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На Ринмаре подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская сестра Ненецкой окружной больницы». Из девяти претендентов на победу во второй этап конкурса заключительной вышли только шестеро. Конкурс приурочили к празднованию Международного дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая. Конкурс начался с приветствия и поздравления в адрес представителей этой профессии. Заместитель главврача Ненецкой окружной больницы Дмитрий Рождественский еще раз отметил важность работы медицинских сестер. Коллектив больницы и работа сотрудников больницы, направленной на лечение людей, невозможно без ваших усилий. Одни врачи не могут вылечить. Вы всегда нам помогаете, всегда вносите весомый вклад в здоровье населения. Каждая из претендентов достойна победы и признания. Но чтобы выйти в финал, необходимо было проявить свои профессиональные навыки, творческий подход и справиться с волнением. Жюри предстояло самое сложное – отдать лавры победителей одной из участниц. В результате нелегкой борьбы лучшей медсестрой Ненецкой окружной больницы 2018 года была признана Инна Карпушева. И вот воля судьбы с 2007 года я работаю медсестрой хирургического кабинета. Я могла бы вести передачу, а могла бы детей учить. Две минуты решать задачу, что никто не сумел решить. Сколько разных профессий на свете, только нужно выбрать свое. И, конечно, гордиться этим. Я свое условное письмо пою. Медсестра, я, мое призвание, жизнь моя и моя судьба – разделять чужие страдания и дарить вам частичку добра. Как нам рассказала фельдшер отделения медицинской профилактики Ирина Шестакова, конкурсы ко Дню медицинской сестры станут доброй традицией. В прошлом году такого конкурса не было. Награждение просто было. Мы хотим возродить эту традицию в нашей больнице, и чтобы это было у нас традиционно, каждый год, именно проведением этого конкурса. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок – Флоренс Найтингелл, которая во время Крымской войны 1853-1856 года организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России праздник отмечался с 1993 года. Кирилл Иванов, Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жители округа окунулись в музейные метаморфозы. В Наринмаре прошла акция «Ночь в музее». Сотрудники Ненецкого краеведческого музея продемонстрировали, какие разные порой удивительные превращения могут происходить в музее и как сам музей менялся на протяжении 80 лет вместе с городом и со своими посетителями. В Ночь музеев прошла командная квест-игра «Тайны музейных экспонатов». Его участники совершили небольшое путешествие по музею. Получается, целью нашего квеста является, чтобы люди узнали, что новое, ориентировались более-менее по нашему краеведческому музею, так как они бывают здесь нечасто. И это тоже дает знания. И мы также прошли этот квест и получили новые знания тоже. Отгадать музейные задачки можно было с помощью карты сокровищ и аудиогидов. Еще одна площадка, подготовленная сотрудниками музея, называлась «Геологические метаморфозы». Посетителям необходимо было найти окаменелости животных, которые жили миллионы лет назад. Участникам ночи в музее предложили окунуться и в кулинарные метаморфозы. По виду и запаху необходимо было отгадать ту или иную специю. Музейные метаморфозы в Ненецком краеведческом музее были представлены посудом. В этом году Ненецкий краеведческий музей делает анкцент на такой тематике, как музейные метаморфозы и тайные музейные запасников. Значит, этими тематиками мы раскрываем те предметы, которые у нас находятся в фондах, в архивах. То есть это будет выставлено и показано для наших зрителей в какой-либо форме, то есть в игровой форме, в акциях и в других игровых тематиках. Также в течение всего вечера в лекционном зале музея проходили мини-лекции, посвященные уникальным экспонатам. Это была информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.